Здравствуйте, мои хорошие и мои любимые! Тере-тере мукалит муармсет. Мои хорошие, вчера обещала, что сегодня будет... Буду, будем... Будем с вами. Я что, сама, что ли? Хах, как бы не так. Будем делать плов. Свои обещания сдерживаю. Плов мы сегодня делаем. Но мы сегодня с вами сварим еще на скорую руку куриный супчик. У меня есть пара ножек. Куриных ножек не сварить. Что вы на меня-то смотрите? Пары куриных ножек есть. И еще, но прежде чем все это начать, хотела начать с конфет Лана. Насчет того, что натуральности вот этих конфет. Вы знаете, коробка большая. Там очень много стружки, посыпки и орешков. Но я эту открытую коробку не поленилась, перевернула. Давайте все-таки почитаем и расставим все точки над И. Я тоже не хочу есть кокосовое или какое-то там пальмовое масло. Давайте посмотрим, что же в этих конфетах было, что я там их столько... Столько за щеку напихала. Так, коробка это уже вверх дном. Кстати, здесь можно сразу будет посмотреть и состав конфет. Это была шоколадная конфета с пралиновой начинкой из миндаля. Это шоколадная конфета со сливочным миндальным пралине с орешками. И в кокосе шоколадная конфета с кокосовым пралине. Это все пралиневские конфеты. Так, здесь написано о кадриорге. Здесь написано о энергетической ценности, про жиры и прочее. Здесь можно только вздрогнуть. А теперь давайте посмотрим все-таки состав. Тут есть даже на русском языке, поэтому нам с вами будет очень просто. Кадриорг. Набор пралиновых конфет. Пралину, пралине, понимаете, да? Состав сахар, миндаль 15%, какао масло, какао тертое, сухое цельное молоко, сухие цельные сливки, орех кешью, кокосовые хлопья 3%, сливочное масло, порошок какао с уменьшенным содержанием жира, бренди, арахис, злаки, содержащие глютен и яичные продукты, без консервантов, ароматизаторы. Все. Слушайте, это получаются хорошие конфеты, да? Вот так вот. Но то, что бренди, это хорошо. Тут я думаю, что я так повеселела после них. То есть здесь ничего дурного нет получается. Переворачиваем их обратно. Я очень удовольна и рада всему этому. Так что кушать можно без консервантов, без всего. Хорошее качество. Ну, поскольку сегодня плов, муж вчера был заслан в магазин. Нет-нет, и мясо, и рис у нас с вами есть. Рис в особенности я очень люблю, такой дешевый финский. Он отлично, совершенно годится для плова. А я вам хотела рассказать про то, что чеки не всегда бывают по 100, по 70, по 80 евро. Вот вчера муж был отправлен в магазин. Он купил картошки, репчатого лука, много моркови, чеснока, 2 килограмма сахара, большую упаковку трехслойной туалетной бумаги, молока много. И за все это он заплатил 8 евро 33 цента. В максиме в магазине у нас капают всегда бонусы, если у вас есть карточка, специальная магазинная карточка ИТ. И то есть каждого товара еще минус процентики. То есть 8 евро 33 цента у меня здесь целая стоит сетка с овощами. А когда есть масло, а когда есть, а я заговариваюсь, это, наверное, последствия коронавируса. А когда есть мясо и есть морковки и луки и, в общем, овощи, как бы, да, и тогда сразу можно что-то сварганить. Сетка, кстати, большая, приличная такая. О, здесь какая бадья. И чеснока, и картошки, и луку, и все. В общем, и молока, ну то, что я сейчас прочла вам, и все это за 8 евро. Так что бывают чеки и поменьше. Чеснок нам нужен с вами будет для плова, конечно. Крестюша пришла мне помогать плов делать. Мы вчера с ней договаривались, что она будет мне помогать. Пусть чистит морковку. А я займусь чисткой лука. Итак, возвращаемся к нашему плову после конфет. Свинину я беру где-то килограмм. Ну, около того. Свинина эстонская у меня. Морковки грамм 400. Грамм 400 лука. Несколько чесноков. Чесноков, чесночин. Как правильно сказать? Прямо в шелухе. Буду его мыть и пихать. Растительное масло нам с вами нужно. Обязательное. Приправа для плова. Видела их только в Питере. И привезла именно из Питера их. Эти приправы. Там сладкий перец, помидоры, зиро, барбарис, цветок, шафрам. Как раз то, что нам нужно. Соль, перец, конечно, тоже готовим. И рис. Рис у меня финский. И возьму я его грамм 700-600, наверное. Так, первым делом что? Первым делом я промою рис в шести водах. Именно в шести. Если промоете в пяти, ничего у вас не выйдет. И замочу его в холодной воде. И пусть он, этот рис, все это время, пока постоит в водичке. Замочила рис. Пусть теперь стоит. Потом в этой же воде. Я прям вываливаю вместе с этой водой. В свою жировню. И готовлю дальше. У каждого свой рецепт. Есть универсальные, классические, узбекские, какие угодно. Это плов лично мой. Поэтому всяких замечаний, конечно, может быть много. Нельзя, то нельзя, все. Но это, как говорится, это наянан лад. Берем жаровню чугунную. Включаем ее. Туда, значит, сейчас мы нальем с вами растительного масла. И отправим одну луковицу. Чтоб она там сильно-сильно прожарилась. Ну да, знаете, да, это все. Я знаю, что вы все знаете. Я знаю, что вы все это знаете. Но это так просто. Мы вместе с вами живем. Мы вместе с вами готовим. Сажаем эксквадорские розы, кстати. И так далее. Поэтому это совершенно не как таковой рецепт плова, который надо делать. Это неправильно. Там нельзя перемешивать. Туда нельзя. Это ради бога. Мешайте, не мешайте. Делайте, что хотите. Мы просто с вами общаемся. Мы просто с вами живем каждый день вместе. Вот и все. Так, а мы пока начнем резать масло. Пока греется наша жаровня. Режем на небольшие кубики. Кому как нравится. Хоть треугольнички, хоть квадратики. Не сильно мельчить. Я тоже люблю их. Но так. Чтобы было приятно в плове. Учитывая, что оно ужарится. В общем, на ваш вкус, как говорится. Ну что? Я тебе даю один маленький кусочек свинины. И больше не даю. Ты помнишь о том, что тебе писали подписчики? Свинину нельзя. Помнишь? Вот это один кусочек. Все. Не более того. Мясо нарезала. В жаровню отправляю масло. К сожалению, плов дело жирное. Масла туда нужно много. Отправляем луковичку. Жарим до коричневого цвета. Выкидываем ее шумовкой. Пока жарится одно, не будем тратить время. И нарежем на брусочки морковь. Чищеную. Ты можешь помогать мне строгать морковку. Ну да. Ну вот наша луковичка здесь нажарилась. Тест прошло. Теперь сюда мы нарезанное с вами мясо отправляем. Ну, ух, горится. Я люблю так, ну, не до золотой корочки. Ну, в общем, хотя бы, чтобы оно все приобрело белый цвет. Мне кажется, ты сидя спишь, и тебе совершенно неинтересна морковка. А что ты обижаешься? Нет? Ну ладно. Сиди, карауль, морковку. Морковку настругала на брусочки. Но она у нас с вами пока полежит. Потому что первым делом нам нужно будет закладывать лук к мясу. А морковка пусть ждет своего звездного часа. Бодро стругаем лук на полукольца. Мясо здесь еще парится. Но уже немножко золотая корочка начинает появляться. Поэтому лук весь мы отправляем сюда. Перемешиваем и жарим. Очень люблю делать плуб. А люблю делать потому, что он делается очень просто, быстро, а вкусно невероятно. Согласна? Ну, тут делать, в принципе, нечего. Но когда открываешь полную жаровню от этого плуба... Очень даже аппетитно. Шкварчивает здесь все. Лук начинает обжариваться в этот момент. Мы с вами сюда. Вы, наверное, ничего не видите. Сейчас все проявится. Закладываем нашу соломкой, брусочками морковь. И снова все перемешиваем. Уже все пахнет. Уже все действие, процесс пошел. Ну, в холодильнике нашла в заморозке три ножки куриные. Заливаем. И будет у нас с вами куриный супчик с вермишелью. Простенький, быстрый и вкусный. Ну, более-менее готова даже морковка. Теперь мы берем наши специи. Грамм 25. То есть это пол коробки. Ну, или мои две столовые ложки. Будем делать с вами зиру. Как это, да, правильно? Я, может, неправильно говорю, произношу. Вот, несколько столовых ложек я положила. Перец, соль тоже кладу сразу сейчас сюда. Да, и потом больше я ничего уже не солю. Перцы тоже сюда. И теперь заливаем сюда пару стаканов горячей воды. И вот теперь это потушится все в этих специях минут 15-10. И мы сможем с вами уже закладывать наш риск. Тушится это все уже у меня с закрытой крышкой. Не особо сильном огне. Ну, вот на троечку поставлю. Пусть потушится. Минут 15-20 прошло. Я тут поглощала конфеты. Особо не засекала. Ну, в общем, теперь сюда. Что ты пищишь? Что такое случилось? Что случилось? Что? Я отправляю кастрюлю с рисом, с этой же самой водой. Да-да, можете с этого места начинать критиковать. Но это не последнее место, где вы начнете критиковать. Потому что сейчас я это все... Да-да, самое страшное. Я это перемешаю. Закрываю крышкой. И больше до полной готовности я сюда не подхожу. Ну, иногда подсматриваю немного. Так, и теперь тот самый момент, когда целый чеснок я погружаю. Прямо вот туда, в недрах. Не чищу его, ничего не делаю. И вот прям туда его. Целиком. Хорошо, конечно, вымыв. Крышкой закрываем и до полной готовности про него забываем. Ножки наши закипели. Не наши, куриные. Чищеную морковку и луковичку туда снимаю. Кидаю, пенку снимаю. Вот так пенку сняла. Теперь у нас с вами будет и суп, и плов. И можно на кухню вообще не заходить и не смотреть в эту сторону. Приподнимем крышку. У плова посмотрим, что здесь происходит. Вот он уже такой у нас. Крайнее, что я делаю, я немножко вот так в сторонку, чтобы отсюда выпаривалась жидкость. С боков как бы такие, как дырочки делаю. И больше не прикасаюсь ни к чему. Пусть еще потушится. Суп варится себе. Поджарочку я тоже сделала сельдерей. Морковь и лук обжариваю. Пару картошек сейчас. Морковку и лук здесь выкину. И будет у нас с вами суп. Что с пловом? Что с нашим пловом? По-моему, все отлично, но время ему немножечко еще дать надо. Видите, все здесь аппетитно, красиво. Так что слава богу. Ну вот практически и все. Немножечко еще выпариваем жидкость сюда, втыкая лопаточку, чтобы она испарялась. А так, в общем и целом, смотрите, какой он рассыпчатый. Плов наш заканчивает приготовиться. Я выключаю плиту, закрываю крышкой. Пересушить его тоже не надо. Так что, в общем-то, он готов. Куриный супчик, голубчик, у нас здесь с вами тоже докипает. Я бы положила сюда немного вермишели. Размешаем, дадим еще минут 5-10. И тоже можно выключать соль, перец по вкусу. Вот такой полноценный обеда-ужин у нас с вами готов. Наливаем куриный суп. Ну вот, можно приглашать кушать. Ну, и, конечно, плов пробуем тоже. Плов пробуем тоже. Очень недурственно, я хочу вам сказать. Очень даже вкусно. Пахнет замечательно. Очень, знаете, не сухой, не влажный. Все как нужно. Рассыпчатый, мясо мягкое. Все пропеклось, все прожарилось, протушилось. Так что, всем приятного аппетита. Понимаю, что у каждого свое мнение на плов. Но у нас с вами и обед, и ужин. Кабадья готова. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки, не забывайте. Приятного вам аппетита. Всего самого светлого, доброго. И солнышко в душе, конечно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok